Привет, это Слайм Ранчер, и мы продолжаем строительство нашей увлекательной фермы на новом острове, на Радужном, как он называется. Тут всё такое цветастое, красиво. Короче, в прошлой серии я поймал лужицы слайма, и я такой думаю, а чё, чё они на зомби-то похожи, чё они такие красненькие, чё они чего-то стыдятся, или им чё-то некомфортно. И в комментариях мне написали, типа, ну ты чё, совсем забыл, ну ты чё, кого? Их тут всего по три нужно расселять, ну или по четыре, чтобы им тут комфортно было. Они, типа, красные щёчки сделали, потому что им тут неуютно. Я такой, блин, чё, в натуре, что ли? Я с первого слайма даже не помню об этом, что им тесновато. Дай-ка я зайду в слаймопедию, почитаю, чё про них вообще пишется. Так, 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 где они лужицы слаймы, вот. Держи одного такого в ботинке и не парься, хотя это странно. И как бы всё, как бы больше что-то ничего и не пишут про них. Ладно, давай уберём, короче. Сейчас посмотрим, сколько здесь их осталось. Вот, раз, два, три, четыре. Так. Чё, три всё-таки лучше оставить? Но они всё равно... О, смотри, исчезли. Вот эта краснота исчезла. А если я ещё одного добавлю? Вроде им тут нормально, да? Вот так вот. Вроде плават, а если ещё одного? Всё, уже тесновато. Да, по четыре, короче, надо в пруду их держать. Либо огромное озеро какое-то. Но у меня здесь нет вроде. Хотя вот это вот, смотри, вот эта часть здесь есть озёра. И можно бы туда лучше слаймов затолкать. Так, так, так. Значит, озёра. Сейчас, минуточку. Озёра у нас находятся вот сюда. Это, получается, нужно купить вот эту часть острова. И бегать туда... Ой, как это далеко. 1800. Ага, понятно. И ещё. Про статуэтки я спрашивал. Что за статуэтки? Я нашёл в прошлой серии. Мне сказали, что это живые слаймы. Просто они днём превращаются в статуэтки. А ночью они оживают. И из этих статуэток вылупляется... Ну, даже не вылупляется. Они просто превращаются в живых слаймов. Я такой, афей, чё, чё, серьёзно? Вот это да! Вот это круто, думаю. И сегодня мы пойдём обязательно это проверим. Только сперва нужно покормить всех. Всех. Абсолютно всех. А то тут... Не понял. А чё, капуста-то где моя хапузочка? Эх. Ладно, кормим, короче, слаймов. И ещё я хочу себе сделать водный отсек для своего бакпака. А то как-то без воды бегать вообще как-то очково. Особенно где я бегал в прошлой серии, там огромное количество варов. И нужно чем-то отбиваться, чем-то защищаться. Так, всё. Я думаю, что одно дерево кубники можно отсюда убрать. Потому что, посмотри, сколько кубники. А если есть двух деревьев, то это завались вот её будет. Просто капец как. Значит, пойдём я тебе покажу, что нужно для водяного отсека, чтобы ты понимал. Мне в комментариях пишут, ты лучше расширяй отсеки. Чё ты, чё ты делаешь ещё дополнительные отсеки? Так расширение не даёт мне возможность больше предметов таскать. Как бы, ну, смысл. Есть защита. Кстати, защита отсеков классная штука. Спасая 20% содержимого вак отсеков после непредвиденных происшествий. Ну, то есть, упал я куда-то или сдох. 20% содержимого останется. Значит, вот. Водяной отсек. Мне нужен плорт удильщика. Плорт удильщика у меня есть. Солевые растворы я уже собрал. Мы их собирали в позапрошлой серии. И плорт лужицы. Лужицы у меня тоже есть. Почему бы и не сделать? Так что, как бы, вот. А, погоди. Про импульсную вольну я ещё хотела посмотреть. Импульсная вольна. Порхающий плорт нужен и дикий мёртв. Ого. Окей. Ну, возвращаемся, значит, мы с тобой на тот же остров. Такой побежал на радостях. А лучше слаймов-то куда? В общем, я сейчас ещё плорты здесь пособираю. Всё-таки, наверное, куплю участочек с водой. Бабутики есть. Покупаем, значит, овраг. Это расширение для оранжерея. Окружено высокими скалами и покрытой янтарной травой. Вау. Звучит красиво. Пойдём посмотрим. Здесь, наверное, янтарных слаймов будет круто хранить. Вау. Так. А где вода? Вода у нас в следующем отделе, так сказать, продуктовом отделе слаймиков. Вот сюда нам нужно сходить. Да, его здесь тоже нужно покупать. И оно стоит 3500. 3500. Приливные бассейны. Это расширение для оранжереи. Настоящий прибрежный заповедник. С различными кораллами и морскими водорослями. И оно неизбежно набьёт вашу обувь песком. 3500. Лучше слаймики, извините, у меня сегодня столько денег, походу, не будет. Я, конечно, сейчас пойду посмотрю. О! О! Солевой раствор. Нифига себе. Это как на своём участке. Нет, найти её корни. Короче, я облазил этот участок вдоль и поперёк. За каждую горочку заглянул. Каждую скалу облазил. Каждую травиночку прошерстил. И нашёл только здесь дрона. Больше здесь ничего интересного и не было. Давай почитаем, что в дроне. Бывало, принесёшь сюда свой обед и уставишься на эти колоссальные окаменелости. Гадая, как выглядел здешний мир. Когда в нём жили такие же существа. Сейчас его населяют слаймы. Но кто знает, каким он был раньше. А если во вселенной есть место для изменения целого мира вместе с его экосистемой. Может, нам тоже следует принять, что и мы можем становиться другими. Господи. Болтать об эллом определённо актуально в наши дни. Интересно, какие глубокие мысли посещали меня в те времена. О, бывало я уже хотел уходить, но увидел, что нам кто-то звонил. Давай посмотрим. Нифига себе, сколько звонков. Ладно, Огден Ортис. Давай посмотрим. Ола, Бэтрикс, ты там? Это я, Огден Ортис. Слышал, ты бросилась навстречу новым большому приключениям. На таинственном острове, где много загадок, опасностей. Может, даже суккулетных фруктов и овощей, как их мир ещё не видал. Но ты же знала. Я не мог не спросить. С тех пор, как ты начала стабильно приносить мне фрукты кукадабо, я достиг таких высот в кулинарии далёкого-далёкого запределя. А ещё просто объелся пирогов с кукадабой. Суфлей из кукадабы. Пудинги из кукадабы. Кукадабовый кон. У меня закончились идеи. И сила волны. Так что, если увидишь что-нибудь новенькое, прошу, расскажи мне всё. Кроме вкусняшек, я хочу узнать больше о тамошней флоре и фауне. И никогда не забывай. Каждая частичка этого дыкова мира бесценна и заслуживает нашей заботы и уважения. А ещё почаще пей там водичку. Все эти приключения заставят попотеть. Так что, прихвати с собой этот водопроводный кран. Водопроводный кран, ты мне его даёшь, серьёзно? Новый вы изготовители. Портативный кран. Офигеть. Ну, спасибо тебе. Удачи, Пятрикс. Держи меня в курсе. Болей за тебя. Огден. Ой, Огден, обожаю его. Он тоже такой крутой. С его кукадаба. Это я помню в первом слайме раньше, сколько мы её искали там. Сколько мы её собирали. И все мне в комментариях писали, что это не кукадаба. Она пишется по-другому, она читается по-другому. Что ты пишешь? Там столько срача было из-за этого. Ну, меня хотели поправить, а я читал всё неправильно. Ладно, всё. Вот это ностальгия. Вот это времена были. Ну, и сейчас тоже хорошие времена. Чего уж там. Всё. Слава, лучшие слаймы. Что с ними сделать-то? Придётся отпустить. Придётся отпустить их. Давайте, лучшие слаймы. Вас в чистое плавание вон туда. Вот так вот. А мы бежим к телепорту. Ну, вот мы здесь снова пошли искать каменные статуэтки. Нетопыречки. Вы здесь? Я знаю, что вы здесь есть. Так. Так, так, так. Подожди-ка. Вот этот таник я открывал. А, это жучок. Это жучок. О, бомб лорды. Да, мне нужно два штуки. Я возьму. Спасибо, чтобы открыть дверь. Которую мы нашли в прошлой серии. Обязательно за ней сбегаем. Нетопыречки здесь есть. И тут же ещё города, по-моему, нетопырские есть. Сейчас я посмотрю. Вот этот бортик я возьму. О, не-не-не-не, эх, кристальный слайм. Как блестящие прозрачные скалы, ясно. Эти слаймы опасны. Ох, блин, я, оказывается, в прошлый раз слаймов не подобрал. А это нужно, чтобы у меня они записали слаймопедию. Ох, смотри, кого я, золотой слайм. Золотой, и он мне дал золотой плортик. Так, а куда он? Всё, он исчез куда-то, да? Ну, здорово, здорово у меня. Пан или пропал, разводя слаймов. Золотой слайм. Блин, круто, золотой плорт. Мой первый золотой плорт здесь. Ништячок. Круто. Значит, ладно, мы отсюда с пещеры выбираемся, тут больше ничего. Гордо взорвать я там не смогу, нетопырьский, потому что еды у меня тоже нет. О-о-о, вот нетопыречка. Нетопыречка, иди ко мне. Тут ещё есть нетопырьки. Значит, вот, в прошлый раз я оставил статуэтку возле вот этого города. И она где-то здесь... Подожди-ка, вот она, статуэтка. Кольцехвостый слайм. Иди ко мне. Если пахнет криминалом, кольцехвостый где-то рядом. Какой стишок классный. Так, чудесно. Ещё бы вот этих вот, наверное, слаймиков взять. Да, огненный слайм. Они нам тоже нужны. Как маленький костерок, только двигается, и это слайм. Значит, вот, ребятки, я у вас тоже 4 штуки возьму. 4 штуки, потому что в загон, наверное, такие тоже по 4 отправляются. И, в принципе, в принципе, это кто у нас? Это бум слайм. С этого острова я собрал все разновидности слаймов. Осталось их только побольше набрать. Нет, нетопырька, не ешь её, она будет моей. Вот, набрал у вара нетопырьку. Спас её. Нифига себе, какую я красивую пещеру нашёл. О, можно наверх взлететь. Попробуем. Джетпак, да, выручил. Плассивки. О, карта, отлично. Давай активируем её. О, да, и маленький островок есть. Там наверняка таничок какой-то. Короче, смотри. Тут лучше со слаймом вообще комфортно. Огромные такие прудики. Водопадики. Очень красочное место. Здорово. Пойдём, короче, на тот остров попробуем пробраться. Посмотрим, что там. О, мяуровый город, милашечка. Это получается вот этот вот островок, да? Это про него? Ну да. Гордочка. Мясо хочешь, да? Ладно, почитаем жучка, а с мясом я к тебе потом приду. В тот день, когда раньше, когда мой дом остался позади, в голове вертелась лишь одна мысль. Не знаю как, но я покажу, чего стою. Я докажу родителям, что мой выбор был верен. И они простят меня за то, что я не продолжу их путь. Но получилось всё совсем не так. Ещё до начала моего путешествия до меня дошёл слух, что они продали раньше. И у меня просто не хватило сил посмотреть им в глаза. Мы так и не встретились перед отбытием. Я жалею о том выборе каждый день. Нужно было найти смелость попрощаться. Вот так вот. Он ещё и с родителями посрался. Не хотел семейный бизнес продолжать. Про раньше. Интересно, а какую раньше родители держали? Если раньше слаймов, то он в итоге же тоже стал слаймоведом. Вот это же его место, его галерея здесь. Тут куча слаймов. Прикинь, что нашёл. Смотри, это телепорт, через который мы выходим. Вниз спускаешься. И тут дверь. Какая-то тайная дверь, которую как-то можно открыть. Но видимо только изнутри. С другой стороны этой горы входов нет. Нет никаких пещер. Вот, смотри. И вот она статуэтка этого кольца-хватика. И сейчас мы оттачим его в пещеру и посмотрим, как он превратится в настоящего слаймика. Опа! Иди к бабочке. Он просто, знаешь, как будто камень взрывается, и из него вылупляется этот слаймик. Вот такие вот чудеса. А если обратно? Ну-ка, давай подожди, мы его выстрелим. Давай, день. День настал, ты должен в камень превратиться. И что-то как-то он не спешит, он прыгнул в меня. Ты прилип ко мне, да? Дружок. Во! Здорово. А теперь нужно тебя в пещеру затащить, да? Чтобы обратно сосать. Вот неприятность маленькая. Вот это пойдет тебе за пещеру? Вот это вот. Хотя уже ночь сейчас наступит. Нет, это за пещеру не сошло. Окей. Тут неподалеку есть пещера. Мы идем именно в нее. Интересно, вот сейчас ночь наступит. Он у меня в руках превратится в слаймика или нет? О, да, он превратился прямо у меня в руках. Офигеть. Вот она, вот она эта пещерка. С тайной дверкой. Сейчас мы сюда плортики вставим. Один. Теперь вот сюда. И дверь должна открыться, по идее. Хотя нет, она не открылась, потому что, видимо, не все плорты вставлены. Тут где-то еще должен быть вот такой вот каменный бум-слайм. Минуточку. Его нужно найти. Срочно. Я его пока что не вижу. Видимо, он чуть дальше где-то спрятался. Где же ты спрятался, дружок? Выходи. Оп, оп. Нет, воду нет, нет, нет. Нельзя. Нельзя. Что-то я не вижу, если честно. Тут больше этих бум-статуэток. Короче, смотри. Вон там вот кристальный гордо сидит. Или это каменистый гордо? Скорее всего, каменистый. Кристального мы увидели в другом месте. Сейчас мы туда залезем. И там, вон, проход есть какой-то. Может, вот здесь вот я залезу? Ну-ка. Отлично, кажется, да. Я здесь залезу. Главное, чтобы у сранца окончилась энергия. Да, это скалистый гордо. Ну, то есть, каменистый, как я их еще называю. Так что мы сейчас посмотрим вон там. А может быть, гордо прячет под собой? Можно как-то посмотреть у тебя через рот? Там не спрятал статуэтку лавового? Точнее, бум. Статуэтку, в которую нужно вставить плортик. И походу, что нет. Сейчас еще повыше залезем. А вон там не статуэтка, кстати? Ну-ка, здесь полетелись. Нет, здесь тайник. Да, получается, статуэтка все-таки за гордо спрятана. Как-то нам нужно его откормить. Лазурные сияющие грибы. Несмотря на несъедобно-голубой цвет, по-настоящему сияют эти грибы именно ночью. Ну, может быть, мы их где-нибудь поставим. Блин, что, реально здесь нету этой статуэтки? О, еще дверь. Подожди, так это одна и та же дверь. А нафига она здесь нужна, если я сюда попал? Обхабным путем. Короче, раз такая тема, я вот этот бум-плорт выкидываю. А вот это вот... Стоп, стоп, стоп. Что это? Плорт? Не топырька? Нет. Он мне не нужен. Я хочу... Здесь овощ. Вот, овощ хочу. Дайте колотить. Сколько вас тут? Задвиньтесь, я овощи хочу. Овощи. Тут где-то был овощ. Я потерял овощ. Каменистый овощ, который я хотел посадить. А-а-а. А-а. Так, подожди. Может, я его все-таки... Где-то он тут был. Ладно, в другом месте сейчас посмотрим. Овощи. Что в этой пещере сейчас происходит? Здесь нет овощей, случайно? О, смотри, кажется, это алмаз. Давай-ка соберем. Странный алмаз. Очень странный, но еще более ценный. Оу, тут сейчас предстоит, знаешь, сколько всего. Сколько всего тут предстоит? Это капец. Нужно будет реорганизацию произвести. Я даже не представляю, чего как, как быть. Что-то придется убрать. Либо переместить кого-то. Значит так. Так, сперва я пойду скину алмаз, чтобы место у меня освободилось в акпаке. Алмазик вот сюда вот кидаю. Он нам пригодится для чего? Сейчас я посмотрю, где нам... Нам где-то алмаз нужен был. Сейчас я посмотрю. Алмазики, алмазики, алмазики. Вот. Он нужен, чтобы сделать дополнительный отсек 2. Нам нужен еще один странный алмаз. И у нас все будет пучком. Золотой плорт я могу продать. Он стоит 438 сейчас. Но в цене он падает. Ладно, давай продадим. Все. У меня куча денег теперь. Я в начале ролика говорил насчет дерева, что хочу его убрать. Так что я сейчас собираю здесь кубнику всю. И мы срубаем это дерево. И здесь у меня будет слаймовый загончик. Кстати, говорили, что когда вот этот вот лотук портится, он становится как зеленая настоящая капуста. И это действительно правда. Вот ты посмотри. Значит, вот это вот мы убираем. Отлично. И покупаем здесь загон. Купить. Во. Прямо. Кубника осталось прямо внутри. Значит, я сюда закидываю нитопырик. Они как раз сейчас фруктов тут наедятся. Вот. Кушайте, ребятки. Оставить здесь кучу плортов. И кольцехвостов я сюда закидываю. Они сейчас, конечно, превратятся в камни. Да, ребята, вы превратитесь. Да, он превращается. Хоп-хоп-хоп. Но что-то успели покушать даже. Вон плортики кидали. Короче, нитопырки у меня будут скрещены с кольцехвостами. Во-во-во-во. Смотри, один скрестился, один скрестился. Во, какой крутой. А вы куда полетели? Стопы. Стой, стой, стой. Надо потолок сделать. Срочно. Срочно надо потолок сделать. Так, воздушная сетка. Купить. Во, чтобы они не улетали. Вот еще один куда-то свистнул. Стопы. Смотри. Я думал, когда они скрестятся, они не будут в статую превращаться. Но. Как ты видишь, эта статуя теперь огромная. Потому что это ларга. То есть мне еще и ночник здесь желательно бы сделать. Читож. Покупаем ночник. Давайте, ребят, к вам вылупились. Вылупились. Отлично. Кушайте, плодитесь тут, размножайтесь, скрещивайтесь. И желательно бы загон повыше сделать, да? Потому что они очень громадные. О, блин, он тут теперь оказался. Как-то случайно вылез и окаменел. Ты посмотри, тут вообще что творится. Жесть. Тесновато вам, тесновато. Поэтому сейчас я вам стенки дополнительные поставлю. Вот. А ты иди сюда. Вот это круто, кстати, что они из загона, если выбираются, они в камень превращаются. И не могут дальше идти. А ты-то такой... Откуда ты тут взялся? Как вы вылазите? Скажите мне на милость. Ладно, я понял. Загон, видимо, переполнен и надо кого-то выпустить. Надо кого-то выпустить. А выпущу я, конечно же, вот маленьких. Чтобы они тут не... Вот, вот где-то здесь маленький был. Вот. Вот где-то тут. Где же тебя поймать-то как бы? Как бы тебя поймать? Или ты уже скрестился? Ну, вот такое вот количество, в принципе, уже нормально, я думаю. Водяные лужицы, как у вас там дела, кстати? Вы тут мне плортиков... Да, плортиков наделали. Спасибо большущее. Ох, как хорошо-то. Кстати, надо посмотреть, сколько плорты водяные стоят. Тут нигде плортики? Вот, плортики еще спрятались. Вот, отпускаем вас. Пойдем посмотрим. Еще нужно сделать пепелище, чтобы выпустить огненных слаймов. Значит, водянистые. 31. О, неплохо. Давай, скинем их. Пепелище. Пепелище, пепелище, пепелище. А ты как вылез? Да как вы вылазите-то? Ай! Подорвал меня. Какой-то глюк, я не знаю. Они как-то... А, он, наверное, перепрыгнул. Давай-ка я здесь сетку лупану. Воздушная сеть. Купить. Вот так вот. Сетка везде есть, везде сетки есть. Отлично. Пепелище, наверное, давай вот здесь вот в пещере сделаем. Купить. Вот. И здесь у меня будут жить огненные слаймики. Я вам сейчас сюда что-нибудь принесу сжечь. Чтоб у вас пепел был. Вы же пеплом? Да, вы пеплом питаетесь. А можно, кстати, ради интереса слайма сжечь? Пойдем попробуем. Вот чисто ради эксперимента. Не. Нельзя. Самое главное, чтобы эти огоньки у меня не потухли. Там же сейчас пепла нет, а я бегал куда-то там собирал. Чего можно сжечь? Надеюсь, что они не погасли. Блин, они погасли. Эх. Ну ладно, принесу сюда новеньких тогда. Логанулся знатненько я, конечно. Ладно. Короче, вот что я подумал. Я подумал, что пора бы мне сделать телепорт. Иначе бегать на своих двух эти огромные расстояния становятся уже невыносимо. Поэтому мы делаем вот такой вот телепортик изготовить. Он всего один у меня будет, да? Так, я могу еще один? А, недоступно. Односторонний телепорт обратно в оранжи. Режим устройств. Чтобы размещать устройство, нужно включить режим устройств в режим Т. Так, у меня где-то тут телепортик был. Минуточку. А, вот я могу здесь поставить. Подожди. Я хочу телепорт поставить на другом острове, чтобы он меня сразу домой телепортировал. Я же могу это сделать? Здесь есть место? Да, есть возможность поставить. Вот, 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 вот. Отлично, все. Сейчас затестим телепорт. И вот я оказался на новом острове. И нужно понять, где поставить телепорт. Скорее всего, где-нибудь посередине. Например, вот здесь. Вот, чтобы можно и сюда, и туда сходить. Поэтому решено. Идем к центру карты. Оп, 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 блин. Что-нибудь покормить надо. Что-нибудь, что-нибудь покормить. Сиди, да, 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 да. Черт, сиди там. Сиди там. Сиди, сиди, сиди там. Что-нибудь пожрать надо. Где фрукты, ягоды, японские. А, он исчез. Вот же, вот же. Бога, фрукты были. Прямо у меня под... Пффф. Да. Дела. Конечно, засуетился немножко. Я вечно, вечно натыкаясь на золотых слаймов. И вот на таких денежных слаймов, когда у меня ничего нету. Я не могу их ничем покормить. Ну что, я где-то в центре. Там, варов до кучи. Давай попробуем где-то поставить телепорт. Может, вот здесь вот его лупануть? Давай, наверное, здесь и поставлю. Нет. Лучше внизу, наверное, где-нибудь. А, вот. Вот эта вот полянка как раз отличное место. Вот сюда я его и поставлю. Установить. Телепорт. Да. И теперь я отсюда могу сразу телепортироваться домой. О, вроде бы как. Давай проверим. Уху. Я дома. Отлично. Вот это круто. И мне теперь не нужно будет бежать километровые расстояния. Блин, я хотел еще один телепорт сделать, но он больше мне не доступен. Да, кажется, по одному цвету каждого телепорта всего лишь мы можем сделать. Есть же там и розовый, и зеленый телепорт, и все, и все, и все. Это такое вот. Ну и напоследок, я думаю, что стоит взорвать одного города. Для этого нам понадобится куча мяса, потому что я хочу вот этого взорвать гордо. Это у нас скалистый, а скалистый у нас обожает просто место. И какое именно, сейчас я посмотрю. Так, скалистый, вот. А, погоди, они любят овощи. Ну ладно, значит овощи. Будут ему овощи. Так, 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 я где-то слышу. О, денежный, денежный. На, 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 вот у меня есть еда. У меня есть еда, на. На, ешь. А что-то не хочет он есть. Ему мясо надо давать. Мясо, 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 мясо у меня ж нет мяса с собой. Да что ж такое-то опять. Сколько ж мне фартит-то на вот этих редких слаймов. И куриц нигде нет. Как обычно, все профукал. Ого, что это там сияет? Это же алмаз. Кажется, это алмаз. Еще один. Отлично. Чудесно. Вот, кстати, латук еще. Ой, не латук, а это. Вот эту штуку надо собрать. Чудной лук. В отличие от обычного лука, этому я бы не доверял совсем. Значит, еще один лучок возьмем на всякий пожарный. Где тут у нас эта пещерка? Где у нас? Вот, нам вот сюда надо. Блин. Все просрал. Да, это успешный успех. Грохнуться с алмазом. В воду. Вот в это вот место, это ж попасть еще надо было сюда. Я испытываю испанский стыд за себя. Ну чё, скалистый город, ты готов взорваться? Сегодня твой звездный час пик. Ну, думаю, сейчас-то ты точно лопнешь. Давай, 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 давай. Ну же, ну же, ну же, ну же, ну же, ну же. Сколько же тебя кормить-то надо? Вот он уже трещит. Чуть-чуть-чуть. Можете пинка по жопе дать, и ты так лопнешь. Все, а на этот раз сто процентов я притащил его любимую цвеклобиение. Давай же. О-о-о-о-о-о-о-о. Пошло, пошло, пошло. Водопад. Так, ну ладно, и ты просто меня наверх закинешь, и все. Ради всего. А тут тайничок. О, подожди, а это чё такое? А, это кувшинчик. Это горшочек-кувшинчик. Ну, давай заберем, почему бы нет. Не пойдем тайничок откроем. Посмотрим, что там от нас скрывали. Вроде бы тут больше ничего. Привод реактивного ранца. Ого, применяется в изготовлении для улучшения реактивного ранца. О-о-о, классная штука. Надо будет посмотреть, что там нужно будет для нее. Я нашел. Я нашел последнюю статую. Вот она где. Ха-ха-ха. А дела. Она была рядышком, и под конец серии я ее нашел. Она все время была рядышком. Все, достал Бумплорд. И сейчас, наконец-то, откроем эти двери. Доведем дело до конца. А, еще бы, еще бы. Черт. Черт, черт, черт. Только не съешьте его. Только не съешьте. А то я себе не прощу. Так, надо подпрыгнуть, наверное. Сейчас. Оп. Еееей. Ставили. И двери здесь открылись. Ну и, конечно же, мы попадаем сюда, как бы. Где я уже был. Но, зато двери открыли. И на этой прекрасной ноте мы закругляемся. Если тебе понравилось, то не забудь поставить лайк под видео, если ты еще не поставил его. Подпишись на канал, если ты также не подписан. Чтобы не пропустить следующих крутых роликов. На которых мы с тобой, собственно, и увидимся. Так что, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok